Здравствуйте! В эфире программа «Арткод». Шифр для вас буду подбирать я, Анна Руда. Мы продолжаем цикл сюжетов из Гродненской аптеки-музея. На этот раз научный сотрудник ответит на самые популярные вопросы посетителей. А знаете ли вы, что музей манипулирует вашим восприятием? Попадая в музейное пространство, абсолютно разные люди начинают двигаться по одному и тому же маршруту, рассматривать одни и те же предметы, которые вызывают у них сходные эмоции и одинаковые вопросы. Сегодня, когда в музее тихо и ощущается тоска по посетителям, мы решили озвучить некоторые из тех вечных вопросов, которые слышим в нашем музее изо дня в день, из года в год. Первая категория вопросов – эвристические. Это что, где, когда, зачем, почему. Зачем у вас здесь крокодил? Это самый популярный вопрос. Отвечаем. Это элемент антуража старинных аптек, заимствованный в алхимических мастерских и ставший впоследствии для аптек традиционным. Крокодилы, а также змеи, ящерицы, диковинные рыбы и прочие морские существа украшали аптечные интерьеры, создавая немножко мрачноватый метафизический мир. Конечно, это был и своеобразный маркетинговый ход, призванный привлечь, удивить клиента, настроить на лад доверия к тайнодействию искусных аптекарей. И по сей день в старинных аптеках Европы, в некоторых из них, можно увидеть чучело крокодилов, но и наша аптека не исключение. Что это? – вопрошают посетители, указывая на группу предметов у печки. Самая распространенная народная версия – это сосуды для кипячения воды и даже для варки бульонов. Правильный ответ – это зольники. Емкости для сбора и выноса золы, поэтому они и стояли у печки либо у камина. Их декоративность ни в коем случае не должна вас смущать. Функциональности она не мешает, а глазу приятно. «Что за странные штуковины?» – спрашивают нас, указывая на латунные наборы, которые складываются как матрешка. Это набор для взвешивания. Он состоит из футляра и гирь и называется «разбивной фунт». Вес такого набора мог быть разный. Один фунт, два, четыре, шесть и даже, говорят, более. Чтобы вам было понятно, переведем в метрическую систему. Один русский фунт составляет приблизительно 410 граммов. Очень важно, чтобы в наборе масса футляра была равна массе, помещаемых в него гирь. Простая математика. Если набор весит один фунт, то футляр весит полфунта, и столько же полфунта весит все гири вместе. Самая маленькая гирька в наборе весом в один золотник, так и называется – золотник. И составляет одну девяносто шестую часть фунта, или 4,3 грамма. В силу своего размера гирьки-золотники часто терялись, а без них точное взвешивание было уже невозможно. Именно таким образом родилась всем известная пословица – мал золотник, да дорог. Так говорят о чем-то внешне незначительном, но на самом деле ценном и незаменимом. Какие интересные весы? Для чего они? Эти маленькие весы начала XX века, немецкая компания «Коламбус», являются почтовыми. Они предназначены для взвешивания корреспонденции, открыток и писем в отделениях связи. Аптекари остроумно приспособили их для взвешивания мелкой картонной и бумажной упаковки для лекарств. Весы очень чувствительные, и их конструкция разновесов не предусматривает. Эвристические вопросы самые многочисленные, но хочется развлечь вас и другими, поэтому поговорим о пытках. Некоторые предметы в нашем музее вызывают у посетителей устойчивую ассоциацию с жестокостью, болью, страданиями. И поэтому отдельную группу вопросов и рассуждений фантастических на эту тему мы условно назовем членовредительскими. Так, споткнувшись о подножку этого стула, у нас спрашивают, это стул для пыток? И мы абсолютно серьезно отвечаем, конечно, но в свободное от пыток время этот стул служил для осмотра больного и проведения простейших медицинских процедур. Назначение этих старинных хирургических инструментов в основном трактуется людьми правильно. Но все стремятся поделиться своей ужасной догадкой и произносится хрестоматийная фраза «руки-ноги отпиливать». Вроде и добавить нечего, но мы добавляем. Да, и заметьте, без наркоза. Что только не рисует воспаленное воображение современного человека при взгляде на этот предмет. Ломать и дробить пальцы? Выпрямлять пальцы? Зубы рвать? Да, да, конечно, но еще и обжимать пробки. Это пробочный пресс. Для флаконов, пробирок, бутылок пробки обжимались таким прессом по диаметру горлышка. Как часто семейная педагогика спотыкается об этот экспонат? «Посмотри, сынок, какой шприц, ну и иголка. Вот бы тебе такой укол. Вам бы такой укол, папаша. Ваш ребенок вырастет и отомстит вам за ужасы своего детства. А ты, малыш, ничего не бойся. Этот шприц совсем не страшный, и иголки в нем вовсе нет. Он предназначен для промывания твоего ротика при посещении стоматолога». Есть еще одна группа вопросов и утверждений, которые мы называем «особенно любимые» или «коронные». Озвучу только один из этого числа. «Наш любимый чудесный книжный шкаф. Мечта любого букиниста. Наши посетители подолгу иногда зависают, возле него рассматривая старинные корешки, читая надписи, восхищаясь и удивляясь. И тут взгляд останавливается на корешке с надписью «гадание по глощадка». Замешательство длится 2-3 секунды, не более. А дальше начинаются рассуждения, причем вслух. Многие абсолютно уверены, что в давние времена человек гадал не только на картах по кофейной гуще и по руке, но и по глазам. А некоторые даже утверждают, что гадание по глазам стало практической базой современной эридодиагностики. Не желая культивировать невежество на веренной нам музейной территории, мы учим наших уважаемых посетителей пользоваться энциклопедическими словарями. Ведь это именно том из старинного словаря Брагауза и Эфрона. Пожалуйста, приходите в наш музей, где вы всегда получите ответы на волнующие вас вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова